Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас вкусный выпуск. Сегодня сохраню чек на очень полезный товар. В нашей стране он пользуется большим спросом. Он содержит массу полезных веществ – витамины А, Е, В, медь, фосфор, железо и цинк. Однако картина не очень радужная, есть и минусы. При всей своей пользе его также могут назвать убийцей стройной фигуры. Заинтригованы? Думаю, да. Но ответ очень прост. Сегодня поговорим о печеночном паштете. Мы начинаем! Печень куриная, свиная, гусиная и еще много других – все они главные ингредиенты одного из самых популярных блюд 20 века – паштета. Изопретенный еще в 17 веке особую значимость он получил при дворе французских королей. Однако промышленный прогресс превратил этот продукт из привилегированного в общедоступный. И сейчас закуски на основе печеночного паштета занимают второе место по популярности. В лидерах здесь разве что бутерброды с маслом. Согласно опросам, печеночный паштет покупает 76% потребителей. Еще 22% выбирают паштеты из мяса, а 2% предпочитают ветчинный паштет. Причем выбор соответствует ассортименту. На прилавках десятки различных наименований. Но как выбрать лучший? Спросим у самарцев. Мы как ориентируемся? В моем возрасте ориентируется цена-качество. Вот. Ну, так вот и ориентируемся. Берем в основном тогда, когда скидки идут. Да, чтобы не было, конечно же, канцерогенов, ароматизаторов и искусственных добавок. Покупали, ни один не понравился. Почему? Дважды раз. Ну, не знаю, цена большая, а вкус... Набор крахмала. Серьезно, вкуса никакого. Печень очень полезный продукт, а по пищевой ценности она сродни натуральному мясу. Правда, вот готовить ее у нас подчас совсем нет времени. Что же, на помощь всегда придет печеночный паштет. Специалисты говорят, что он, по своим показателям, натуральной печенке ничуть не уступает. Правда, если продукт изготовлен на совесть. Где такое искать? Сегодня попытаемся выяснить. Для этого возьмем три батона печеночного паштета. Героями сегодняшней программы станут торговые марки Атяшева, Дека и Микоян. Каждого участника промаркируем и расположим в алфавитном порядке, согласно названиям. В завершении узнаем, какой паштет на хлеб намазать приятно, какой лучше обойтись стороной. Главным ингредиентом печеночного паштета, естественно, является печень. Согласно нормативам, ее в составе должно быть не менее 55%. А за вкусовые качества отвечают специи. Элементарный набор – залог натуральности продукта. Однако это не всегда то, за чем гонятся производители. Их главный критерий – экономичность. Оттого по час внутри упаковки можно обнаружить по-настоящему необычные элементы. Первым, конечно, ингредиентом должна быть печень. Вот, также нужно обращать внимание, имеются ли заменители мясных ингредиентов в составе. Потому что в большинстве своем эти продукты вырабатываются по ТУ, где имеется возможность использовать заменители, то есть, в частности, это соевая мука. Растительные животные белки, свиная шкурка, крахмал – все это спутники недорогого и ненатурального продукта. Выдать товар, на котором сэкономили, может цвет. У нормального паштета цвет должен быть светло-розовый или светло-коричневый. Если вы наблюдаете наличие сероватого оттенка, это признаки того, что использовалось не совсем качественное сырье. Если вы видите окраску такую немного буроватую, это говорит о том, что использовались какие-то красители. В погоне за выгодой о пользе забывают не только производители, но и рядовые покупатели. Сэкономив на недорогом паштете, в последующем можно изрядно потратиться на лечение. Регулярное употребление поддельного паштета может привести к изжоге и язве. А плохо измельченные хрящие кости способны травмировать желудок и пищевод. Так что, помимо цвета, всегда обращайте внимание на консистенцию. Нормативным документом у паштета должна быть плотная мазеобразная консистенция, что обусловлено добавлением жиров. Если вы наблюдаете то, что консистенция неоднородная, комковатая, либо присутствует влага, это свидетельствует о том, что какие-то технологические параметры были нарушены. Или, возможно, в рецептуре что-то было изменено, и туда добавили какие-то дополнительные ингредиенты, скорее всего, наверное, для повышения экономической эффективности. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. К слову, плотно набитый батон вовсе не является признаком качества. При нажатии упаковка должна быть упругой и не слишком плотной, без видимых повреждений. Настало время и наших участников проверить на качество, согласно советам специалистов. Ну что же, начнем наши глубоко субъективные тесты. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. В первую очередь определим вес каждого конкурсанта. Кто наиболее соответствует заявленному, а кто не добрал несколько граммов. В этом испытании только третий участник соответствует норме. Идем дальше. Теперь вскроем упаковку и посмотрим на окрас. Качественный печеночный паштет можно узнать по его натуральному цвету обжаренной печенки. Допускается небольшой бежевый или светло-серый оттенок. Если же он серый или слишком темный, скорее всего, продукт имеет добавки и близок к окончанию срока годности. У первого участника неестественно ярко-розовый цвет. Он не проходит в этом испытании. А вот два других участника получают по баллу. Теперь определим консистенцию. Она должна быть однородной, мягкой и пластичной, без посторонних вкраплений и частичек исходного сырья. В этом испытании побеждает участник под номером 2. Первый конкурсант был слишком жидким, а у третьего участника обнаружены явные признаки непромеса. Если вы дорожите своей фигурой, то бутерброды с печеночным паштетом вам противопоказаны. Дело в том, что такие закуски обладают высоким гликемическим индексом. То есть они не столько насыщают, сколько, наоборот, вызывают чувство голода. Так что во всем нужно взять меру. Будьте внимательны и слушайте наши советы. Для последнего нашего теста мы отправимся в гости к Марии Сефединовой. Она врач-гипотолог и большой гурман. Ее рабочие будни – это бесконечная черета операций на больной печени. А в домашних условиях она настоящий мастер-кулинар, которая может приготовить любой деликатес без особых усилий. К слову, фирменным ее блюдом является домашний паштет из печени. Марии попросим оценить наших конкурсантов по вкусу и внешнему виду и выбрать лучшего. Но для начала узнаем, правда ли печень так полезна. Печень богата большим количеством микроэлементов, белков. И очень полезно употреблять людям с дефицитой массы тела. Но нужно заботиться о том, чтобы пожилые люди как можно меньше употребляли печень, потому что в ней очень много углеводов. Если вы забудете о своей фигуре и готовитесь к летнему сезону, употребляйте печень в вареном, вареном, печень, приготовленную на пару или в паштете, что очень полезно для вашего здоровья. Вообще, я люблю готовить паштеты сама. С детства занимаюсь этим со своей мамой. Но я с удовольствием попробую конкурентов, которые вы мне представите. И, может быть, какой-то я буду покупать. Слишком насыщенный вкус. Для меня очень пряный. В представленном образце наиболее органично сочетается вкус, консистенция и нет никаких дополнительных органолептических включений крупного перца. Я бы рекомендовала этим производителям немного поменьше перца. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучшим оказался печеночный паштет торговой марки «Дека». Поздравляем победителя. Надеюсь, теперь вы точно знаете, какой паштет сделает ваш завтрак полезным и порадует приятным вкусом. Главное не забывать сохранять чек, чтобы было что тестировать. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!